Здравствуйте! В эфире канала России итоговая информационная программа «События недели». На этой неделе у жителей Карачаева Черкесии была возможность пообщаться с главой республики Рашидом Тимрезовым и лично задать ему свои вопросы. В его телеграм-канале был запущен открытый чат. Жители разных населенных пунктов отправляли к главе региона самые насущные вопросы в онлайн-режиме и получали на них ответы с конкретными сроками решения, которые касались разных сфер деятельности. Наряду с проблемами жители выражали и благодарность за развитие региона, которое наблюдается в последнее время. Рашид Тимрезов заверил, что эта работа будет продолжена. Всего в 9-й открытый чат поступило более 1200 обращений, более 30 жителей сразу получили ответ. Так, с 1 сентября в Черкесске заработает Центр по выявлению и поддержке талантливой молодежи. В селе Счастливом будет построена амбулатория, а в ауле Адыге Хабль – школа. Будет проведен капитальный ремонт спортивных и образовательных учреждений. Жильцы аварийных домов будут переселены в новые. Продолжится реализация программы по социальной газификации. В год столетия будут открыты несколько крупных объектов. Глава Республики Рашид Тимрезов с рабочим визитом посетил производственную площадку фирмы «Селена». Более четверти века работает это предприятие полного цикла по производству текстиля, полиэфирного волокна и синтепона. Этой осенью предприятие запускает новую линию автоматической сортировки полиэтиленового сырья. В поездке главу Республики сопровождал спикер парламента Александр Иванов. Смотрите подробности. Фирма «Селена» поставляет свою продукцию практически во все регионы страны. Сложности, возникшие в связи с введенными экономическими санкциями против России, здесь рассматривают как новые возможности для роста и уже готовы к масштабному увеличению производства, готовы полностью заместить нишу ушедших с российского рынка импортных скандинавских производителей. Для этого закупили оборудование ведущих лидеров мирового рынка, которое позволяет превратить полиэтиленовую бутылку в текстильное волокно. Волокно по-простонародному называется материал лавсан. Это знаменитый лавсан, который во время СССР пользовался суперспросом. Материал сам по себе он очень уникальный, обладает абсолютными превосходящими свойствами по отношению ко всем остальным пластмассам. И именно из этого материала делаются практически все утеплители, одежда. Глава республики Рашид Тимрезов ознакомился со всеми этапами производства. Руководителю региона рассказали о том, что уже этой осенью предприятие «Селена» запускает линию автоматической сортировки сырья, что позволит в два раза увеличить объемы продукции. При этом штат сотрудников не только не сократится, но и увеличится за счет привлечения IT-специалистов для надежного функционирования собственного программного обеспечения. Какая у вас средняя заработная плата? 30 плюс, однозначно 30 плюс. 30 плюс – это хорошо? Да. Ну да, работа, что же она такая? Ну да. Ну, непростая. Ну, конечно, да. Условия, ну, как бы… Ну, 30 плюс – это отлично. А всего какое количество в день? Именно поселение – да, 210. Ну, 209 на сегодняшний день. Средняя спичная, говорит, что у нас от 200 до 210. Думаем, после этого уже где-то будет, вижу, где-то 50. Уникальная для России технология, первая в стране линия автоматической сортировки ПЭД-сырья, внедрена у нас в республике. Сертифицированная технология позволяет производить исключительно экологически чистые материалы. Качество исходящего сырья, то, что будет у нас на выходе, очень сильно зависит от однородности пластмассы. Тот способ, каким мы сейчас используем, сортируя вручную, не позволяет на 100% давать такое качество. Естественно, цифра, естественно, компьютер, он будет давать нам такую возможность. Поэтому мы использовали именно это сырье. В Европе такие аналоги есть. В России это будет первое предприятие, где используются подобные сортировки для сортировки ПЭД-бутылки. Существующие мощности фирмы «Селена» сегодня оцениваются в 1900 килограмм продукции в час. С введением в строй новой линии переработки объемы увеличатся до 4,5 тысяч килограмм в час. Предприятие работает круглосуточно. Мурат Женкёзов, Алибастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Узджугута. Из Карачаева, Черкесии в ЛНР и ДНР отправилась очередная партия гуманитарной помощи. Доставку 18,5 тонн питьевой воды для участников специальной военной операции организовали мэрия Черкесска совместно с партией «Единая Россия». Погрузка в КАМАЗы полутора и пятилитровых емкостей проходила на территории фирмы «Меркурий». Карачаева, Черкесия на регулярной основе оказывает разного рода помощь находящимся в зоне специальной операции российским военным и мирным гражданам. В общей сложности мы по линии партии отправили уже более 300 тонн, ну, около 315 тонн, если быть точнее. А всего от Карачаева, Черкесии различными организациями, ведомствами отправлено более 500 тонн гуманитарного груза для нужд как мирного населения, так и российских военнослужащих. Глава Республики Рашид Тимрезов принял участие в традиционном августовском совещании педагогических работников. Отличившиеся педагоги, внесшие большой вклад в систему образования, награждены почетными званиями и грамотами. На мероприятии обсудили ключевые вопросы предстоящего учебного года, при этом особое внимание уделили патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Подробности далее. В традиционном совещании учителей принимают участие практически все руководители подведомственных организаций системы образования Республики. Выступая перед учительским сообществом, глава Республики подчеркнул важность профессии педагога. Рассказал о новых вызовах в системе образования, о том, что в Карачаево-Черкесии строятся и ремонтируются школы, обновляется учебно-материальная база. Пожелал успеха в работе. Сегодня государство предъявляет новые социальные требования к школе, которые должны максимально использовать весь потенциал образования для консолидации общества, воспитания, чувства патриотизма у наших детей. У каждого из нас своя особая роль в процессе обучения и воспитания детей. И от того, насколько ответственно и профессионально мы подойдем к решению этой задачи, будет зависеть будущее сегодняшних школьников и будущее нашей страны. Также по традиции в этот день многим педагогам вручены награды за профессиональное мастерство, достижение высоких результатов работы и внесшим значительный вклад в развитие системы образования в регионе. Учитель! Какое высокое слово! Его повторяем мы снова и снова. Наш старший товарищ, наш искренний друг, Он ключ, открывающий кладезь наук. С напутственными словами к педагогам обратились член Совета Федерации, сенатор Крым Казаноков, главный федеральный инспектор по Карачаево-Черкесии Игорь Дральщиков и первый заместитель спикера парламента республики Дагир Смакуев. Они отметили достижения педагогов республики в работе по организации образовательного и воспитательного процесса, пожелали дальнейших успехов и, в свою очередь, наградили отличившихся учителей ведомственными наградами. Ежегодная конференция учителей дала старт новому учебному году, который официально президентом России Владимиром Путиным объявлен годом педагога и наставника. Среди ключевых тем обсуждения стала реализация проекта «Школа Минпросвещения России», а именно создания единого образовательного пространства и равных возможностей для каждого школьника и студента. Мурат Шентьюзов, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас реклама, после продолжим. Субтитры предоставил DimaTorzok нового типа в самом разгаре. Экономьте с умом! Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8 938 333 900. Ортопедический салон предлагает средства реабилитации, изделия для позвоночника и суставов, компьютерная диагностика стоп, изготовление индивидуальных стелек, детская и взрослая ортопедическая обувь. Черкесск, улица Кавказская, 37. Торговый центр «Панорама». Ребенок не говорит. Развить фразовую речь, улучшить дикцию, снизить возбудимость. Помогут современные технологии в Реоцентре. 8 928 690 36 03. Уважаемые любители театра, 30 августа Русский театр Карачаева Черкесской Республики приглашает вас на открытие театрального сезона и премьеру спектакля «Женитьба Бальзаминова» по пьесе Александра Островского. Спектакль создан к 100-летию образования Карачаева Черкесской Республики и 95-летию театра. Режиссерско-постановочная группа из города Москва. Спектакль состоится на сцене Госфилармонии КЧР в 19 часов. Как мы уже сообщали в наших выпусках, в Гатчинском районе Ленинградской области открыли памятник нашему соотечественнику, герою Российской Федерации, генерал-майору Канамату Баташеву. Монумент установили на аэродроме Севарицы. О значимости события Альбина Ламкова. «Небо любит пытливых и сильных, ну и, конечно же, смелых. Именно такими качествами обладал генерал-майор Канамат Баташев. Он отдал свою жизнь в защите Родины. Военный лётчик-снайпер Канамат Баташев был удостоен многих государственных наград. Высшую звание Героя России он получил в начале этого лета, но, к сожалению, посмертно защищая солдат во время специальной военной операции. На аэродроме Севарицы для увековечения его имени открыли памятник. Отдать дань уважения и почёта великому земляку приехали и представители власти Карачаева-Черкесии. В приветственном адресе от главы республики Рашида Тимрезова было отмечено, пока среди нас такие бойцы, как он, победа будет за нами. «Канамат Баташев был прекрасным командиром, высококлассным лётчиком, чьим признанием было небо. Имея за плечами огромный опыт и уже находясь на заслуженном отдыхе, Канамат Хусеевич не смог остаться в стороне и по зову сердца принял решение бороться с нацистами. Он погиб, выполняя свой воинский и гражданский долг, защищая интересы России и своего народа, который всегда будет хранить память о своих героях». С вашего разрешения несколько слов скажу от себя. Своими делами, поступками, своей жизнью Канамат Хусеевич показал пример подлинного служения Родине. «Его героизм, доблесть и мужество показывает пример воли и отваги народа России». Канамат Баташев много вложил в развитие авиационного движения. С 2018 года работал заместителем председателя ДОСАВ России Санкт-Петербурга и Ленинградской области по авиации. Именно поэтому памятник был открыт на аэродроме в Гатчинском районе. А еще его имя было присвоено аэроклубу «Севарицы». «Он всегда был гордостью для нас, всегда гордились им. Их два брата военных, Ханамат-старший, Мурадин, второй тоже военный, оба закончили Академию Генштаба. А так они были всегда примером. Всегда нам ставили в пример, мы ими гордились. И даже сейчас подрастающих внуков, внучатых, племянников ставим пример их. Не только из-за звания, из-за подвига, а всей жизни». Бюст Канамата Баташева был накрыт не покрывалом, а парашютом. После открытия памятника и возложения цветов, в честь героя прозвучал раскатистый залп орудия и оглушающий рев двигателей военного самолета, который выпустил в небо ряд тепловых ловушек. Альбина Ламкова, Вести, Корчаева, Черкесия. «Потерялся человек, предположительно ушел в лес, одет в темную футболку с изображением пумы и тренировочные брюки. На голове черно-белая панама с пумой худощавого телосложения, нуждается в медицинской помощи». Такова легенда учений, которые провели волонтеры поисково-спасательного отряда добровольцев Карачаева-Черкесии и Кавказ. За поиском потерявшихся людей наблюдала Мадина Карагетова. Отозвавшихся на призыв о поиске очередного потеряшки оказалось более чем достаточно. Но на этот раз добровольцев отобрали из числа прошедших курс обучения по программе «Основы безопасности жизнедеятельности» и поиск пропавших людей в учебно-методическом центре ГОЧС по Карачаевой-Черкесии. Это уже второй поток обучающихся добровольцев. Задействованных в поиске разделили на четыре группы. Часть поисковиков остаются в штабе для обеспечения связи и корректировки действий групп. На поисково-спасательных мероприятиях задействованы силы ГОЧС, учебно-методический центр ГОЧС, который обучает добровольцев, МВД по Карачаевой-Черкесии, представительство национального центра по Карачаевой-Черкесской республике, НКО – Центр помощи ЧАЭС. По легенде, молодой человек вышел из дома и не вернулся в положенное время. Молодой человек нуждается в медицинской помощи. Такие учебные мероприятия мы стараемся проводить почаще, чтобы, как говорится, тяжело в учении, легко в бою. От групп требуется метр за метром обследовать вверенный им квадрат, проверить все места, где может спрятаться человек. Группы не исключают возможности, что потеряшка мог попасть в беду. Поэтому обследовать придется каждый куст, почку, яму и канаву. Пока добровольцы отрабатывают задания, вести побеседовали с руководителем отделения национального центра помощи детям по Карачаевой-Черкесии, поисково-спасательного отряда добровольцев «Кавказ» Алибой Рамковым. Мы имеем очень большой ресурс, информационный ресурс. Мы имеем ресурс, получается, в количественном отношении. У нас очень много добровольцев. Как только поступает заявка в МВД или в МЧС по поводу безвести пропавшего человека, они сразу нам передают. Мы, Аллах и Цена, начинаем работать. Ваши добровольцы, вот группа добровольцев, они готовы к выезду в любое время, дня и ночи, в любую погоду, да? Да, на самом деле, да. У нас за три года, нам скоро будет три года, мы провели более 250 поисково-спасательных мероприятий. Готовы выехать абсолютно в любое время года, день, ночь, в разнице нет. Для нас самый главный результат. Алимагаевич, какая-нибудь статистика? По статистике, 93% найден жив, 5% поисково-спасательных работ, к сожалению, мы не успели. И оставшая часть разыскиваем с сотрудниковой полиции. Пока не нашли. Найден, жив. Самые желанные в таких случаях слова. Вот и сейчас, во время беседы, по рации сообщили хорошую весть. Найден, жив, подряжка. Все, принял, возвращаемся в штаб. Все группы возвращаемся в штаб. Условно потерявшийся, к тому же нуждающийся в медицинской помощи, устал бродить по лесу и устроился под большим деревом. Так что сразу и не заметишь. Он так вошел в роль, что группа, похоже, всерьез поверила, что ему действительно нужна помощь. Когда мы обнаружим человека, если он находится в нормальном состоянии, мы двигаемся своим путем. Если нет, я сообщаю группе, они двигаются сюда с носилками, либо с медицинской помощью. И забираем клиента и уходим туда. Быть добровольцем не так-то просто, делится Диана Ладыко. Волонтерскую деятельность она совмещает с работой менеджера интернет-магазина. Это очень трудоемкий процесс, занимает достаточно большое время. Почему я решила стать? Потому что любая доброта возвращается у нас в городе, и не только в городе, по всем регионам. Не хватает добровольцев, не хватает сил для того, чтобы обнаружить потерявшегося человека. Когда мы выходим на поиски, мы рассчитываем найти всегда живого человека. Но и предполагаем, что можем найти человека, который находится уже в трудном положении, либо даже мертвого, к сожалению. Процесс в моральном плане очень трудоемкий. Он вызывает очень плохие чувства. И во время процесса, и во время нахождения человека одолевает и радость, и одновременно грусть. Это когда речь идет о погибшем? Да, когда речь идет о погибшем человеке. И более того, сообщать это очень тяжело. И в принципе думать об этом потом в процессе очень тяжело. Самое главное в поиске, говорят волонтеры, время. Чем раньше родные сообщают полиции, поисковым группам о своей беде, тем выше шансы найти потерявшегося человека невредимым. Представитель пресс-службы МВД Амина Иркенова рассказывает, что в этой работе помощь волонтеров просто неоценима. Отделение национального центра помощи детям ПСОТ КЧР «Кавказ» оказывает помощь МВД Покарачаева Черкесской Республики не только в поиске людей, но и в профилактической работе с населением и благотворительностью. Добровольцы мобильны и многочисленны, привлекают к помощи жителей республики. Эти учения были экзаменом по итогам курса «Основы безопасности, жизнедеятельности и поиска пропавших людей», которые проходят волонтеры в учебно-методическом центре ГОЧС Покарачаева Черкесии. Сегодняшнее мероприятие, оно проходится как раз по итогам обучения. Вот у нас уже второй поток обучения добровольцев именно по программе «Основы безопасности и жизнедеятельности» и поиска пропавших проходит. Теперь вот эти практические мероприятия, чтобы они знали, как проводить поиск пропавших в природной среде. То есть знать они уже знают, а теперь они практически все эти знания отработают. То есть это как итог завершения их обучения. В современной жизни пожарным и спасателям не хватает ни рук, ни времени, чтобы организовать и оказать действенную помощь. Где-то, допустим, доброволец, подготовленный доброволец, будет находиться ближе, чем находятся спасатели и пожарные, и сможет хотя бы оказать первую помощь пострадавшему. Он уже будет знать, будет иметь минимальные навыки. То есть это очень важно. Волонтёров много не бывает. Отделение Национального центра помощи детям и поисково-спасательный отряд добровольцев Карачаева Черкесии, Кавказ занимается не только поиском пропавших людей, но и профилактической работой и большой благотворительной деятельностью. И каждый человек, способный сделать хоть маленькое добро, здесь неоценимо ценен. Мадина Каракетова, Расул Бердеев, Вести, Карачаева, Черкесия. Быть волонтёром – дело нелёгкое, но благородное. Волонтёры Национального центра помощи детям и поисково-спасательного отряда добровольцев Карачаева Черкесии и Кавказ проводят огромную работу, профилактическую, благотворительную, помогают правоохранительным органам в поиске потерявшихся людей. В команде волонтёров задействованы и профессиональные психологи, которые поддерживают пострадавших в тяжёлые минуты. А самое главное – волонтёром ПСОД может стать каждый, было бы желание помогать. И специальный гость нашей программы – домохозяйка, а по совместительству – волонтёр со стажем Зинаида Шамбилова. О благородном добровольческом движении она рассказала Мадиника Ракетовой. Зинаида, а что значит быть добровольцем? И давно ли вы пришли в отряд? Я пришла в команду в начале 2019 года, как раз когда начиналась пандемия. За время пандемии и на данный момент выполняется много задач. Мы начали работать и содействовать работе правоохранительных органов. Также к нам в поисках присоединяются неравнодушные жители Карачаева-Черкесии и помогают. А насколько охотно жители Карачаева-Черкесии присоединяются к добровольческому движению? И ещё один момент – кто может стать добровольцем? В нашей команде сейчас порядка 180 неравнодушных добровольцев со всей территории Карачаева-Черкесии. Есть и те, кто со сельской местности приезжает на поиски. Добровольцем в отряде может стать любой гражданин, которому уже исполнилось 18 лет. Мы есть практически во всех социальных сетях. Можно в поисковик вбить в ПСОД и так нас найти. Поиск пропавших людей – это ведь не единственное направление в работе поисково-спасательного отряда добровольцев? У нас есть очень много направлений, по которому можно развиваться. Любой, кто захочет заняться каким-нибудь благородным, благим делом, сможет найти себе направление. Даже мамочки в декрете. Вот, например, у нас есть очень много женщин в группе репост, которые, делая репосты, это также является благим делом. И помогают отряду репостами. Есть группа психологов, которые общаются с родными пропавших людей. Есть те, кто выезжают на поиски. Есть, вот в 2020 году у нас появилась группа инфопоиска. Если пропал подросток, естественно, мы ищем информацию на страничках, в сети всю информацию, которую можно найти. Группа называется «Инфопоиск». Также можно, находясь дома, имея буквально под руками телефон, искать информацию, которая поможет правоохранительным органам и руководителям поисково-спасательного отряда в поисках. Ведь в нашем веке технологичном, информационном, самое важное – это информация. И помимо этих групп, есть также и другие группы, которые играют очень важную роль в жизни отряда. И, конечно, хотелось бы поблагодарить всех, кто помогает, кто приезжает на поиски, кто уделяет время этому. Пусть Всевышний примет все их благие дела. Молодцы вообще. И то, что развивается в Карачаево-Черкесии, добровольческие движения, волонтерские движения – это большой прогресс. Зинаида, а помимо добровольческой деятельности, вы чем-нибудь еще занимаетесь, вы работаете? И один момент. Не мешает ли ваше увлечение, стремление делать добро вашей обычной жизни, вашей повседневной жизни? Я сама домохозяйка, у меня две девочки дошкольного возраста. В то время, как у меня появляется возможность, к примеру, оставить с мамой, если на это время попадает поиск, я выхожу на поиски. А так, в основном, я занимаюсь в сети, стараюсь в сети помогать. Это информационный поиск, это репосты, это информация, которой я могу помочь. То есть можно отворить добро, даже не выходя из дома, получается так? Очень много работы, выполняется очень много задач. Это и помощь органам власти, это и по направлению благие дела. Очень много задач тоже выполняется. И если говорить в общем, на самом деле проделывается много работы. И я считаю, что направление, ну, все равно можно уделить хотя бы немного времени, чтобы заниматься чем-то хорошим, чем-то светлым, тем, к чему тянется душа. Зинаида, но тем не менее на поиск пропавшего человека вы все же выезжаете. Вы чуть выше говорили, что в свободное время бывает и такое, что вы участвуете непосредственно в поиске. Но меня интересуют ваши чувства в момент обнаружения человека, потеряшки, как вы его называете. Когда поступает вызов на поиск человека, естественно, возникает беспокойство. Беспокойство за то, что человек, подросток, ребенок сейчас находится в опасности. Встает задача найти его. Нужно работать на холодную голову, не проявлять эмоции. Четко выполнять поставленные задачи. Когда находится человек, это, естественно, вызывает радость. Радость за то, что этот человек вернется к родным и близким. Внутреннее облегчение возникает у добровольцев. То, что задача выполнена. То, что можно спокойно заниматься своими делами, спокойно лечь спать. Что кто-то сейчас не находится там в опасности. Чья-то жизнь не подвергается опасности. А если вы нашли человека слишком поздно? Это большой удар. И много эмоций, на самом деле, накрывает то, что вот не успели. Если бы... Да у любого добровольца возникнут такие эмоции. Вот если бы выехали чуть-чуть пораньше. Вот если бы отреагировали пораньше. Если бы пораньше позвонили. На самом деле время реагирования играет очень большую роль. Конечно, вот в плане того, что человек найди неживой. Все равно... Как объяснить? Это для добровольца очень тяжело тоже переносится. Мы соболезнуем родными и близким. Те, кто ушел безвозвратно. И делаем выводы. Почему так произошло? Почему не успели? Что мы можем исправить, чтобы таких случаев не повторялось? Зинаида, вы, несомненно, делаете очень большое и благородное дело. Вы и ваши коллеги, добровольцы отряда ПСОД. Что бы вы хотели пожелать вашим коллегам, ну и жителям нашей Карачаево-Черкесии? Я желаю всем жителям республики здоровья, удачи, счастья. Будьте внимательными. В свете происходящих событий важно оставаться бдительным. Будьте крепкими, будьте уверенными в себе. И всего самого лучшего я вам желаю. И неравнодушных граждан приглашаю присоединиться к команде ПСОД Кавказской ЧАЭР. Дорога к Нарзанному источнику Шайлыксер снова восстановлена благодаря неравнодушным людям. Оползень с большими камнями перекрыла часть пути к источнику в результате обильных дождей в Бичесыне. И в течение трех недель велись работы по расчистке дороги протяженностью 13 километров. Алла Динаева подробнее. Уже много лет со всех концов не только нашей республики, но и других регионов люди приезжают в урочище Шайлы-Сырт, Чайная долина, чтобы попить Нарзана из целебного источника. Но каждый год возникает угроза остаться без дороги, ведущей к нему. И уже около 25 лет председатель ассоциации МАРА. Руководитель общественной организации Карачаиланхал в Карачаевском районе Джашарбек Качкаров прилагает все усилия, чтобы люди имели доступ к этому источнику. И этот год не стал исключением. Мы каждый год приезжаем сюда, чтобы напиться вот этого источника, источник жизни. И спасибо тому человеку, который обеспечивает нам, защищая дорогу, путь сюда этот. Это Джашарбек Качкаров. Мы ему очень благодарны. В этом хорошем деле мне помогли Хасан Тимрезов, Дагир Смакуев, Исмаил Сарыев, Умарт Хакухов, Роберт Кииков, Азнавур Ачубаев и другие добрые люди, говорит Джашарбек Сеидбиевич. С горы к источнику ведут два пути. Я более два года стремился, чтобы была восстановлена старая дорога. На всякий случай, резервная, запасная. Эта дорога тоже восстановлена. Можно подниматься, спускаться с поводной и по той дороге. То есть сюда две дороги, с самой горькой оттуда. А все началось с того, что много лет назад этот источник помог выздороветь от одного недуга моей маме, делится Джашарбек Сеидбиевич. А в 2003 году, когда баллотировался в парламент республики, избиратели просили восстановить дорогу. Народу много бывает, лечатся люди. Будем поправлять, сделать нормально. Чтоб люди могли здесь отдыхать нормально. Главное, чтобы за собой убирали. Вместе с тем, убедительная просьба к приезжающим к минеральному источнику не оставлять мусор. Аладинаева Ахмад Чучаев, Али Бастанов, Вести, Крачево-Черкисия. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Только до 4 сентября в Кисловодском цирке. Новая грандиозная шоу ГИИ-эрация «Вещанная сказка». Код города 87937-296-58, категория 0+. Умею и хочу учиться. Поэтому с 10 класса я в университете. Работаю с настоящими учеными. Заканчиваю школу нового типа в ВСКФУ и собираюсь стать студентом. Стать студентом. И хочу стать студентом. Прием в школу нового типа в самом разгаре. Зовут меня Злоднев Владимир Николаевич. Я занимаюсь исследованием и лечением боли. Острой хронической, связанной с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Не терпите боль. Мы знаем, как вам помочь. Клиника управления болью на базе клиники Сити. Мы можем вам помочь. Ребенок не говорит. Развить фразовую речь, улучшить дикцию, снизить возбудимость. Помогут современные технологии в Реоцентре. 8 928 690 36 03 Уважаемые любители театра. 30 августа Русский театр Карачаева Черкесской Республики приглашает вас на открытие театрального сезона и премьеру спектакля «Женитьба Бальзаминова» по пьесе Александра Островского. Спектакль создан к столетию образования Карачаева Черкесской Республики и 95-летию театра. Режиссерско-постановочная группа из города Москва. Спектакль состоится на сцене Госфилармонии КЧР в 19 часов. Государственная телерадиокомпания «Калуга» приглашает к участию в Тарусском фестивале телевизионных фильмов и программ «Берега», который пройдет с 28 по 30 сентября в Тарусе. Мероприятие проводится под патронатом ВГТРК, поддержки администрации Калужской области и администрации Тарусского района. Целью фестиваля является привлечение внимания к сохранению и развитию культурного наследия многонационального народа России, истории родного края, национальной культуры, семейных и этнических ценностей. Работы принимаются до 5 сентября. Подробная информация на сайте гтрк-дефискалуга.ру В эфире Радио России, Карачаева, Черкесия. Главное радио страны – Радио России. Настраивайте Радио России, Карачаева, Черкесия на чистоту в своих населенных пунктах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова